Открытое нападение. Открытым нападением называется тактический прием, при котором в результате ухода какой-либо фигуры или пешки открывается линия действия другой фигуры, ферзя, ладьи или слона того же лагеря, и эта открывающаяся фигура создает угрозу какому-либо неприятельскому объекту. Это тактическое средство в шахматной практике встречается довольно часто, причем в разных стадиях партии. Посмотрим еще раз на этот пример. Здесь белая пешка D ходом на D4 открыла линию действия диагональ C1H6 своему слону, который после этого стал угрожать ферзю противника. Прием оказался эффективным, так как и пешка D осуществила одновременное нападение на ценный объект черных, слона C5. Если бы пешка пошла на поле D3, то белые также осуществили бы открытое нападение, но с меньшим эффектом. Данный пример показывает, что тактический прием становится более коварным, если и открывающая фигура создает угрозу. Приводимые далее тактические трюки, в основе которых открытое нападение, вам полезно запомнить. В ловушки подобного типа начинающие шахматисты попадаются довольно часто. Итак, партия Гетеску-Фишер, Лейпциг, 1960 год. Белая пешка бьет черную на поле C5 и открывает линию нападения для своего ферзя на D3 на слона D6. Слон уходит с битого поля. Он сам бьет пешку белых H2. В результате его ухода открывается линия нападения черного ферзя на ферзя противника. Еще пример. Партия Карф-Граф Стивенсон, Москва, 1955 год. Играется ферзевый гамбит. Белая пешка C2 на C4, угрожая пешке D5. Черная пешка C7 на C6, защищая пешку D5. Белый конь B1 на C3. Черный конь G8 на F6. Белый слон C1 идет на поле G5 и угрожает коню на F6. Черная пешка E7 на E6. Белый конь G1 идет на поле F3, защищая слона на G5. Черный конь B8 на D7, защищая коня F6. Белая пешка E2 на E3. Черный ферзь идет на поле A5, связывая коня на C3. Белый ферзь делает ход на поле C2, защищая коня на C3. Черный конь F6 идет на E4, нападая на коня C3. Белый слон с поля F1 делает ход на D3, нападая на черного коня E4. Черный конь E4 бьет слона на G5. Белый конь бьет коня на G5. Черная пешка D5 бьет пешку C4, нападая на белого слона D3 и открывает путь для нападения своему ферзю на коня белых на поле G5. Слон бьет черную пешку на поле C4, но увести коня белые не успевают, и его бьет черный ферзь с поля A5. Белые делают короткую рокировку. Черный конь с поля D7 идет на F6. Белая пешка F2 на F4, угрожая черному ферзю на G5. Ферзь возвращается на поле A5. Белая ладья F1 идет на F3. В игру вступает черный слон. Он ходит с поля C8 на D7. Белая пешка A2 идет на A3. Черный пешка B7 на B5, угрожая белому слону на C4. Белые делают ход пешкой B2 на B4, нападая на ферзя. Слон F8 бьет пешку на B4. Белый конь C3 идет на поле A2, нападая на черного слона B4. Ферзь бьет пешку A3. Белая пешка E3 идет на E4. И белая открывает линию нападения ладьи F3, которую защищает пешка G2. И черный ферзь вынужден вернуться на поле A5. Белый слон C4 уходит от удара пешки на поле D3. Черный слон уходит от угрозы белого коня на E7. Белый ферзь C2 идет на поле C1. Черный ферзь с поля A5 идет на поле B6. Белый ферзь идет на B2. Черная пешка A7 на A5. Белый конь A2 на C1. Черная пешка C6 идет на C5, угрожая пешке D4. Пешка D4 бьет пешку C5. Черный слон E7 бьет пешку на C5 и объявляет шах белому королю. Король уходит на поле F1. Черный слон идет на поле D4 и возникает двойной сквозной удар по белому ферзю на поле B2 и ладье на поле A1. С одной из фигур белые расстанутся. В этой партии победят черные. Вот еще пример из реальной партии. Ланденберге Родер. Берн, 1993 год. Нахождение ферзей, как, впрочем, ладей и слонов на одной линии, всегда чревато опасностями. Здесь белый и черный ферзи расположились на диагонали E1, A5. И их разделяет только конь C3. Причем белый ферзь защищен своей ладьей, а черный завис. Вот это обстоятельство наводит на мысль о коварном отскоке коня. Белые делают ход конем на D5 и открывают линию удару белому ферзю. Теперь черный ферзь оказывается под ударом белого ферзя. Причем обратите внимание, если в ответ черные решили бы побить белого ферзя своим ферзю, то белый конь сделал бы ход на поле C7 и получился бы мат. Посмотрим несколько партий миниатюр. Эта партия сыграна в Германии в 1973 году шахматистами Майдером и Занкером. Играется сицилианская защита. Белая пешка E2 на E4. Черная пешка C7 на C5. Белый конь G1 на F3. Черный конь F8 на C6. Белая пешка D2 на D4. Черная пешка C5 бьет пешку D4. Белый конь F3 бьет пешку D4. Черная пешка G7 на G6. Белая пешка C2 на C4. Черный конь идет на F6, угрожая пешке E4. Белый конь B1 на C3, защищая пешку E4. Черный конь C6 бьет белого коня на D4. Белый ферзь D1 бьет коня на D4. Черная пешка D7 на D6. Белый слон C1 на G5. Черный слон F8 на G7. Белый слон F1 на E2. Черный делает короткую рокировку. Белый ферзь возвращается на D2. Черный ферзь идет с поля D8 на F5. Белые делают короткую рокировку. Черная ладья идет на D8. Белый слон идет на H6. Черный слон на H8. Белый конь C3 делает ход на D5. И белые открыли линию нападения своему ферзю на черного ферзя на поле A5. Не правда ли? Ситуация похожа на положение в предыдущем примере. Ферзи стоят на одной линии. Конь отскочил и открыл ферзя противника. Но здесь черный ферзь должен побить белого ферзя на D2. С тем, чтобы отвлечь слона с поля H6. Иначе конь D5 бьет пешку. E7 и черные получают мат. Партия привонец Ретман, 1929 год. А в этой партии интересующий нас прием был проведен белыми в более завуалированной форме. И сопернику не удалось своевременно обнаружить угрозу. Играется сицилианская защита. Белые. Пешка Е2 на Е4. Черные. Пешка С7 на С5. Белый конь B1 на С3. Черный конь B8 на С6. Белая пешка Ж2 на Ж3. Черная пешка Ж7 на Ж6. Белый слон Ф1 на Ж2. Черный слон Ф8 на Ж7. Белый конь Ж1 на Е2. Черная пешка Д7 на Д6. Белая пешка Д2 на Д3. Черный конь Ж8 на Ф6. Белые делают короткую рокировку. Черные делают короткую рокировку. Белый слон С1 на Ф4. Черный слон С8 на Д7. Белый ферзь Д1 на Д2. Черная ладья Ф8 на Е8. Белая пешка Х2 на Х3. Черный ферзь Д8 на А5. Белый слон Ф4 на Х6. Угрожая слону на Ж7. Черный слон Ж7 уходит на Х8. И черный король потерял способность двигаться. Впоследствии это сыграет свою роль. Белая пешка Ф2 на Ф4. Черная ладья Е8 на Д8. Белая пешка Е4 на Е5. Нападая на коня Ф6. И открывая линию нападения своему слону Ж2 на коня С6. Черная пешка Д6 бьет пешку Е5. А белый слон Ж2 бьет коня С6. И уничтожает защиту черного ферзя на поле А5. Правда слона тут же бьет черный слон с поля Д7. Но цель белых достигнута. Именно конь мог защитить черного ферзя. Белые виртуозно реализовали задуманное. Теперь уже известный нам маневр. Белый конь С3 отскакивает с линии удара белого ферзя на Д2. И опять черный ферзь не может сдвинуться с места. Поскольку тогда белый конь Д5 бьет пешку Е7. И объявляет мат черному королю. Поэтому черные должны немедленно избавиться от белого коня. И его бьет конь Ф6. А белые бьют черного ферзя. И у них решающее преимущество. На подобную уловку однажды попался даже чемпион мира. Фрагмент из партии Фишер Спаский. Рейк Явик 1972 год. Ход черных. Конь Ф6 на Д7. А теперь известный нам прием. Белый конь С3 делает ход на Д5. Открывает линию удара ферзю Д2. И одновременно нападает на пешку С7. Намереваясь с поля С7 напасть на черного короля. Черные предпочитают сбить белого ферзя. А белые, как и ожидалось, бьют конем пешку С7 и объявляют шах черному королю. Тот уходит на поле Ф7. И белый конь С7 оказывается под ударом черного короля. Но белым сейчас важнее сбить черного ферзя. Ладья Д1 бьет ферзя Д2. Теперь черный король бьет коня С7. А белая ладья С1 бьет слона на С4. И у белых... Продолжение следует... Продолжение следует...